И здравствуй, YouTube! С вами Зиза Хедж и мы продолжаем обзор мода Rotary Craft. Если в первой серии мы с вами научились передавать энергию на расстоянии от одной машины к другой, то в этой серии мы с вами поговорим о различных способах выработки этой самой энергии. Но прежде чем это сделать, я понял то, что я забыл в прошлой части вам рассказать еще про один способ передачи энергии. Для этого воспользуемся стандартным нашим другом двигателем переменного тока, динамометром. И, собственно, два предмета, которые нам понадобятся. Shaft Power Bass Controller и Shaft Power Bass. Первый делается вот таким вот образом. Нам нужен Circuit Board. Кроме того, нам нужна штука под названием Shaft Bearing, которая делается из Ball Bearing, которая делается вот так. И, собственно, сам по себе Shaft Power Bass, который делается примерно так же, только в середине у нас требуется ремень. Что это такое? Это мультиблочная структура произвольного размера. Для того, чтобы нам продемонстрировать, как она работает, мне нужно подключить наш Shaft Power Bass Controller вот таким вот образом к нашей с вами сети, к нашим валам. Дальше нам нужно поставить сюда, давайте поставим, допустим, парочку Shaft Power Bass, которых, в принципе, у нас может быть несколько. Мы их можем поставить сюда три. Мы можем их поставить с разных сторон. Собственно, без разницы. Для того, чтобы вот этой штуке функционировать, ей нужна смазка. Одно маленькое но. Я вам пока не рассказывал, как делать вот такие вот шланги для смазки, но просто пока представьте, что вы знаете, как они делаются. Я вам потом расскажу, собственно, каким образом, естественно, это получить. Вот, мы дали смазку нашему Bass Controller. В итоге мы видим то, что у него 8 ведер смазки имеется в наличии. Он получает энергию с моментом 4 Нм при скорости вращения 256 радиан в секунду. И выдает, естественно, 1 кВт. В данный момент он эту энергию никуда фактически не передает. Он ее получает в себя и все. Для того, чтобы мы смогли эту энергию куда-то, собственно, передавать, у нас как раз нужны вот эти вот самые Shaft Power Bass. Но для этого их сначала нужно настроить. Смотрите, у них есть разноцветные стороны. Красный, зеленый, синий. Там еще, собственно, будет какой-то цвет вот с этой стороны. Давайте поставим, чтобы узнать. Желтый. Смотрите, для того, чтобы нам сконфигурировать эту штуку. Мы, во-первых, можем ее сконфигурировать таким образом, чтобы она передавала энергию один в один. Нам для этого на нужную сторону выхода нужно положить обычный Shaft Unit, который делается вот таким вот образом. Давайте скажем, что по синей стороне у нас передается энергия без изменений. Поставим сюда наш динамометр. И видим то, что у нас 1 кВт, 4 Нм при скорости 256 радиан в секунду. При всем при этом мы можем эти же самые наши Power Bass'ы настроить на изменение момента или скорость вращения. При помощи шестеренок. Шестеренки требуется использовать только вот такие. То есть, скажем, деревянные, там, алмазные или из Бэтрока вам не подойдут. Исключительно обычные Gear Unit. Точно так же, как и в случае с коробкой передач, мы можем изменять момент или скорость в 2 раза, в 4 раза, в 8 раз и в 16 раз. Давайте, допустим, возьмем вот эту штуку, которая изменяет что-то в 8 раз. Делается вот таким вот страшным образом, но, опять же, рецепты вы можете посмотреть самостоятельно. Они здесь длинные и нудные. Давайте скажем, что теперь у нас, скажем, ну вот из этой Power Bass'ы, ну, допустим, почему его нет, по зеленой стороне, выходит в 8 раз больший момент. Буковка Тау. Тау, как вы помните, это момент. Так, вот моя структура. Ставим сюда динамометр. Видим то, что у нас момент. 32 Нм вместо 4. Естественно, мы можем переключить момент на угловую скорость. В итоге получим момент 0. О-о-о-о, какая прелесть. Давайте, наверное, воспользуемся шестеренкой поменьше. Скажем, Х4. И увидим то, что момент 1 Нм, но скорость вращения 1 кило радиан в секунду. Такая вот, собственно, штуковина. Главное, не забывайте, что ей нужна смазка. Без смазки она не функционирует. Вот, ну, собственно, это такое небольшое лирическое отступление. А теперь, перед тем, как начать вас знакомить с двигателями, я вам должен рассказать еще про одну вещь. Это машина. Если честно, я планирую по машинам сделать отдельную серию, но про эту машину я вам вынужден рассказать. Называется она насос. Делается она вот таким вот образом. Нам нужен Liquid Pipe. Это труба для передачи жидкости, которая делается достаточно просто. Получаем 16 штук. Набор требует, не забывайте. И она требует крыльчатку. Крыльчатка делается вот так. Тоже, в принципе, ничего сложного. Что такое насос? Как вы можете догадаться. Насос – это средство сбора жидкости, которое находится под ним. Давайте его поставим вот таким вот образом в мир. И, скажем, я здесь сделаю небольшую лужицу. Сразу вам хочу показать, если вы делаете бесконечный источник воды, сделайте его в режиме 3 на 3. Потому что если вы его сделаете в режиме 1 на 3, то насос будет выкачивать воду быстрее, чем она сможет здесь появляться. Для питания этой машинки, если мы нажмем на клавишу Shift, мы увидим, что минимальная требуемая мощность 1 кВт и минимальный требуемый момент 4 ньютон метра. Как вы можете догадаться, у нас ровно столько вырабатывает наш двигатель переменного тока. Поэтому воспользуемся им для того, чтобы питать наш насос. Подадим двигателю Redstone сигнал, уберем отсюда блоки лишние и включим его. Как только это случилось, мы видим в тултипе то, что наш с вами насос начал набирать в себя жидкость. При помощи нашего Angular Transducer мы можем, собственно, посмотреть, какое у него сейчас давление жидкости. 0 кП, потому что жидкость никуда не передается. Для того, чтобы передавать жидкость, у нас как раз есть вот эти самые жидкостные трубы. Не тот рецепт. Я вам, кажется, уже показывал, как это делается. Давайте их возьмем и тоже куда-нибудь присоединим прямо к насосу. Вот, собственно, сюда начала течь наша жидкость. Мы видим, что давление у нас все еще 0, а давление в трубе 8,9 кубических метра. Нет, это она содержит 8,9 кубических, 10 кубических метров. При давлении все еще 0 кП. Мы, в принципе, можем эти трубы достаточно далеко проводить. Как написано в книжке, эти трубы могут содержать в себе бесконечное количество жидкости. Единственное, что будет у нас расти давление. Зачем нам нужно давление, мы с вами поговорим в следующих частях, когда, собственно, действительно найдется ему применение. И для того, чтобы хранить где-то эту жидкость, мы, во-первых, можем воспользоваться любым доступным нам тенком из любого мода. Допустим, тенк из Open Blocks. Ставим его таким вот образом, и, собственно, он начал наполняться водой. Либо мы можем воспользоваться собственным резервуаром из мода Rotary Craft, который так называется резервуар. Резервуар. Такая вот штуковина. Делается весьма просто и недорого. И один такой резервуар хранит в себе 64 ведра жидкости. Ставим его сюда, и вот мы видим, что он начал наполняться. Резервуары – это мультиблочные структуры, очень похожие на цистерны из Open Blocks. Единственное, что мы не можем их ставить друг на друга по вертикали. Зато по горизонтали мы можем им придать любую форму. Тем самым, естественно, расширив возможное хранение для жидкости. И да, перед тем, как кто-нибудь спросит, собственно, мы да, можем хранить лаву. Точнее, не хранить, а высасывать лаву при помощи этого насоса. Теми же самыми ликвид трубами, жидкостными трубами, передавать ее куда-нибудь в резервуар без проблем. Более того, этот насос будет выкачивать любую жидкость, которая зарегистрирована в Fluid Dictionary как жидкость. То есть, допустим, если у вас стоит Биллкрафт, вы можете при помощи него выкачивать нефть. Единственное, что я не знаю, насколько это будет эффективно, насколько он сможет проникать вглубь вашей нефтяной скважины. Ну, это, я думаю, вы попробуете сами, потому что у меня здесь нет, к сожалению, Биллкрафта. Вот такое небольшое тоже релическое отступление. А теперь начнем. Первый, точнее, второй уже двигатель, первый мы с вами видели, это двигатель переменного тока, который вырабатывает, как мы помним, 1 кВт при моменте 4 Нм на скорости 256 радиоанта в секунду. Второй двигатель, который нам доступен, это паровой двигатель. Для того, чтобы этому двигателю функционировать, ему нужна постоянная подача воды, во-первых. Именно для этого я вам сначала рассказал, что такое насос и что такое трубы. И ему нужен какой-то подогрев снизу. Единственное, что здесь есть риски. Смотрите, откроем книжечку и найдем наш паровой двигатель. Вот он. Если мы переключимся во вторую страницу, мы увидим такой, как сказать, параметр, как риски, рискс. Мы видим то, что риск у нас возникает, если двигатель перегреется более чем на 150 градусов Цельсия. Температуру двигателя можем проверить либо по вайле, мы сейчас видим, что он у нас нагреет на 120 градусов, либо при помощи нашего с вами транслюсера. Вот мы видим 120 градусов. И воды у него сейчас 60 ведер. Осталось горючего на 1 час 29 минут 59 секунд. Что это означает? То, что вода в нем все еще есть. Если мы с вами прекратим подачу воды, двигатель, скорее всего, перегреется и взорвется, но в любом случае он перестанет вырабатывать энергию. У нас есть два способа выработки, а не выработки, точнее три даже способа подогрева этого двигателя. Мы можем это делать либо при помощи огня на Незерраке. В таком случае он разогревается до температуры 120 градусов и прекрасно себя чувствует, выдавая при всем при этом 16 киловатт, при моменте в 32 ньютон-метра и скорость вращения 512 радиант в секунду. Очень неплохой двигатель для начала. Либо мы можем сюда поставить лаву. Но если мы с вами сюда поставим лаву, нам придется себе сделать радиатор, который называется FIN. Кулен-фин делается вот таким вот образом. В принципе, не очень дорого. Получаем мы три штуки. Эта штуковина используется для того, чтобы охлаждать машины, рядом с которыми она находится. Можем, в принципе, его поставить вот сюда. Как вы видите, у него начала накапливаться температура. Я думаю, что одного будет достаточно, если мы с вами теперь сюда положим лаву. Таким вот образом. Ну и давайте, что ли, закроем здесь землю. Наш с вами двигатель начал разогреваться еще больше. 123, 124 и так далее. Если мы с вами не будем сюда ставить наш радиатор, наши плавники, я не знаю, как это называется на самом деле, по-человечески, кроме как радиатор, у нас наш двигатель в итоге перегреется и взорвется. Если у нас здесь с вами есть плавники или радиаторы, давайте, пожалуй, даже, наверное, поставим еще один, то, по идее, с нашим двигателем все должно быть хорошо. Вот он почти разогрелся до 150 градусов. Возможно, я вам сейчас смогу продемонстрировать, что будет, если он перегреется. Он рванул. Такая вот приесть. А YouTube я немножко сглупил. На самом деле, радиатор нужно поставить, как сказать, его нижним блоком к охлаждаемому блоку. То есть вот таким вот образом. Иначе он не работал. Но зато увидели, как у нас умеют взорваться двигатели. Ладно. Едем дальше. Следующий двигатель называется Gathering Engine. Кстати, да. Рецепт нашего парового двигателя следующий. Нам требуется штука под названием конденсор, которая делается вот так. В принципе, ничего сложного. И крыльчатка, которую вы уже видели. Либо можно вместо золота использовать копер, медь. Двигатель следующий называется Gathering Engine. То есть бензиновый двигатель. Делается он уже немножко сложнее. Нам нужны цилиндры. Нам нужна штука под названием Ignition Unit. Или зажигание. Нам нужны Gear Unit умножить на два. Крыльчатка, палочка. Получаем в итоге двигатель. Питается он у нас этаноловыми кристаллами. Как делать этаноловые кристаллы, я вам тоже расскажу попозже. Такая вот штуковинка. Ну, в принципе, здесь тоже можно даже посмотреть рецепт. Ммм, ферментер появился в NEI. Какая прелесть. Я сюда сейчас насыпал некоторое количество кристаллов. Но давайте, наверное, возьмем еще стек. Просто вот сюда вот их кладем. И теперь. Смотрите. В принципе, наши с вами двигатели любые не подвержены Редстон сигналу. Но если мы под двигатель поставим штуку под названием Engine Controller, она, кажется, называется, Engine Control Unit, которая делается вот таким вот образом, мы сможем, в частности, при помощи этого юнита, управлять нашим двигателем при помощи Редстон сигнала. То есть сейчас у меня Редстон сигнал подан, соответственно, двигатель не работает. Я убираю Редстон сигнал, и двигатель заработал. Он начал кушать собственную энергию, и вот он сожрал все наши этаноловые кристаллы. Текущего топлива, которое в нем находится, нам хватит на 2 часа 7,5 минут приблизительно. В итоге мы с вами получаем 65 киловатт мощности при моменте 128 ньютон-метра на скорость 512 радиан в секунду. Тоже неплохо. Следующий двигатель, уже знакомый вам, двигатель переменного тока. Здесь все то же самое, что и было раньше. Единственное, что все-таки да, вот эта штука нужна. Как делать эту штуку? Опять же, в следующих частях. Включаем. Видим то, что он у нас вырабатывает 131 киловатт при моменте 512 ньютон-метра. На скорости 256 радиан в секунду. Следующий двигатель называется Performance Engine. Делается он вот таким вот образом. Уже немножко все сложнее. Опять же, зажигание и радиатор. Радиатор делается вот так. Он требует, во-первых, для своего питания обязательно воду. Вот у нас сюда подведена вода. Он требует этанол. Все еще. Давайте возьмем еще стек. Поставим его вот сюда, положим. И я, собственно, выключу наш таймер, чтобы он меня не бесил. И выключу вот эти двигатели, чтобы они попросту не работали. И если мы его включим в таком состоянии, включаем, он нам будет вырабатывать 65 киловатт при моменте 128 ньютон-метра на скорости 512 радиан в секунду. Но это не максимум. Для того, чтобы его еще немножко разогнать, мы можем ему дать либо Redstone. Давайте возьмем одну штуку. Либо порох. Либо Blaze Powder. Соответственно, Redstone самый слабенький катализатор. Дальше идет порох. И максимально возможный это Blaze Powder. Мы помещаем эту штуку в правую ячейку. И как только мы это сделали, мы видим, что у нас мощность возросла до 262 киловатт. И достаточно быстро падает назад. Потому что, собственно, мы с вами сюда положили всего один Redstone. Он достаточно быстро сгорел. Падает назад до 65 киловатт. Кладем сюда Gun Powder. Мощность 262 киловатта. Скорость вращения 1 килорадиант в секунду. И, собственно, он уже держится немножко подольше. Если мы с вами сюда положим Blaze Powder, мы достигнем тех же самых результатов, но на немного более долгое время. Давайте посмотрим, можем ли мы определить, сколько у него осталось горючего. Нет, не можем, боюсь. Ну да ладно. Но при всем при этом, при помощи вот этих трех катализаторов, мы можем его немножко усилить. Отключайся. Следующая штука, одна из моих любимых, называется Mini Turbina. Или Mini Turbine. Микротурбина, наверное. Да, Micro Turbine. Делается вот таким вот образом. Нам нужен компрессор, который делается вот так. Нам нужен компастор, который делается страшным образом. Нам, собственно, нужна турбина сама по себе, которая делается из компрессора и лепестков. Лепестки делаются вот так. И в итоге получаем нашу микротурбину. Для своего питания она потребует специальный вид топлива, который называется авиационное топливо, или Jet Fuel. Такое вот ведерко с Jet Fuel у нас здесь с вами есть. Рецепт у нас доступен, у нас рецепт. Отлично. Собственно, заливается топливо просто правым кликом, либо при помощи специальных труб, ну, а трубах, опять же, тоже в отдельной серии, из резервуара, допустим. Давайте его включим. Очень мягкий, приятный звук у турбины. При всем при этом она начинает разгоняться. У нее момент остановился на отметке 16 ньютон-метров, но при всем при этом она начинает быстрее и быстрее крутиться. Максимально возможную энергию, которую мы можем с вами получить при помощи этой турбины, я наизусть не помню. Давайте с вами посмотрим это здесь. 2 мегаватта. Отличная, замечательная турбина. И, кстати, пока я здесь вам рассказывал про вот эти двигатели, я забыл еще про два, но о них я вам расскажу, видимо, в самом конце. Следующая штука. Как видите, я сюда не поставил Redstone-сигнал, потому что этот двигатель в данной версии ротора и крафта почему-то не реагирует на Redstone-сигнал. То есть я не могу его включить или выключить. Оно просто не работает, и работает в итоге двигатель наш всегда. Штуковина требует для себя тоже авиационного топлива. Называется она Gas Turbine. Такая вот страшная штуковина. У-у-у! Смотрите. Максимально возможная у нее мощность отдачи это 67 мегаватт. Это максимально, что можно получить во всем роторе и крафте. Момент 1024 ньютон-метра при скорости 65 килорадиан в секунду. Делается вот таким вот образом. В принципе, здесь из сложного, пожалуй, только диффузора, с того, что вы не видели. Остальное вы уже все знаете, как делается. В принципе, не очень дорого. Но давайте попробуем, как же она работает. Во-первых, я здесь не просто так поставил вот такой вот заборчик. Потому что, как только мы с вами заведем эту нашу турбину, она начнет засасывать все и вся в себя. То есть, будь то мы, будь то мобы какие-нибудь, там, не знаю, скелеты, зомби-криперы, без разницы, она все это дело будет стараться засасать в себя. И в итоге сломается и сама, и, скорее всего, убьет окончательно бесповоротно то, что она в себя затянула. Поэтому старайтесь всегда сделать так, чтобы ее выход был закрыт. При всем при этом, вот этот блок должен быть свободен. Единственный. Поэтому у меня получилась здесь такая вот коробочка. Давайте дадим ей топливо. Правда, прежде чем это сделать, я себе немножко увеличу звук в Майнкрафте, для того, чтобы вы смогли услышать, как же она работает. Мне очень нравится. Вот она завелась. Прямо действительно самолет. И вот мы видим, что она раскручивается. И-и-и взлет. Отлично. Обожаю этот звук. Все, послушали. Убавляю назад. Потому что, как я уже говорил, машины в роторе Крафте уж очень громкие. Звук прекратился. Превосходно. Давайте, кстати, выключим нашу мини-турбину, чтобы она здесь себе не мучилась. Кстати, она разогналась до 2 мегаватт. Что прекрасно. И еще один, собственно, вид экологически чистого топлива. Это солнечная башня. Solar Tower. Делается она вот таким вот образом. Ой, не то. Нам нужны инксеки. И, в принципе, все остальное достаточно недорого. И нам нужны, для того, чтобы она работала, зеркала. Зеркала делаются вот так. Нам нужен Circuit Board. И, собственно, зеркало. Зеркало делается вот таким вот образом. Из железа. Либо можно использовать серебро. Для того, чтобы эта штука работала, нам нужно изначально туда поставить один наш танк Solar. И к нему... Ой, не танк, а tower, конечно же. К нему трубами подвести воду. Обязательные условия. И прямо к нему, непосредственно к нему, к этому блоку, подсоединить хотя бы одно зеркало. Вот в таком вот варианте у нас наша система будет работать, но не будет производить вообще никакой энергии. Для того, чтобы, собственно, энергию все-таки наша штука начала производить, нам нужно туда поставить второй tower. Сверху. Вот таким вот образом. Как вы видите, сейчас мы вырабатываем 4 кВт. при моменте 4 ньютон-метра и вращение на скорости 1 кило радиан в секунду. Скорость вращения нашего вала здесь будет всегда постоянной, вне зависимости от того, что мы с вами делаем. А вот момент мы можем увеличивать. Каким образом? Во-первых, давайте с вами поставим сюда, скажем, еще одно зеркало. Предположим, вот сюда. Мы зеркала можем соединять друг с другом. Главное, чтобы не было пустых мест. В итоге мы с вами получили момент в 6 ньютон-метров. Давайте добавим еще одно зеркало. 8 ньютон-метров. Еще одно зеркало. 10 ньютон-метров. Таким образом, мы сейчас с вами вырабатываем уже 10 кВт. То есть одно добавленное зеркало при высоте нашей солнечной башни в два блока дает нам 2 ньютон-метра. Если мы с вами поставим сюда третий tower сверху, у нас с вами наш момент увеличился в два раза. 20 ньютон-метров. Поставим еще один. В итоге получим 40 ньютон-метров. И если мы поставим еще один, уже ничего не произойдет. 40 ньютон-метров. То есть оптимальная конфигурация нашей башни, высоты нашей башни это 4 блока. При всем при этом мы сможем с вами добавлять сюда зеркала в радиусе, если мне память не изменяет, трех блоков от нашего tower. Таким вот образом мы это сделаем. Мы видим, что зеркала начали крутиться. Значит, то, что они видят нашу башню и вполне себе функционируют. Сейчас мы с вами производим момент в 64 ньютон-метра. Такая вот удобная штуковина. И, собственно, те два двигателя, о которых я вам забыл рассказать. Первый из них называется Wind Turbine, кажется. То есть ветреная турбина, как называется, воздушная турбина, делается вот таким вот образом. Требуется ее ставить на высоте, как написано в книжке, для оптимального функционирования 128 блоков, но, как вы видите, я сейчас на высоте 86, и она вполне себе функционирует на полную катушку. Выдает нам момент в 4 ньютон-метра при скорости вращения 1 кило радиан в секунду. В итоге, естественно, получается 4 киловатта. Такая вот штука. И более того, эта башня мне служит еще и водонапорной башней. Как вы видите, у меня вот здесь водичка течет. И здесь стоят два последних двигателя из Rotary Craft, которые называются... Он называется Hydrokinetic Engine. Гидрокинетический двигатель. Давайте его найдем здесь. Такая вот смешная штуковина. Очень прикольно выглядит. Нужно нам с вами лопасть или весло. Не знаю, как это правильно перевести. И shaft core, который делается вот так. В чем привести этих двигателей? Во-первых, им, кстати, для функционирования обязательно нужна смазка. Смазку в них можно заливать либо трубами, либо при помощи правого клика мышкой. Вот так. Мы их можем стыковать. Как вы видите, они у меня стоят здесь два рядышка. То есть, у нас один двигатель вырабатывает мощность, и второй двигатель вырабатывает мощность. На валу, который в итоге выходит из этих двух двигателей, эта мощность суммируется. Сейчас мы с вами вырабатываем 110 кВт. При диком моменте в 11 кНм. И на скорость вращения 10 радиан в секунду. Что зависит, точнее, что влияет на выработку энергии этими двумя нашими двигателями. Во-первых, высота падения воды. Минимальная высота падения воды для того, чтобы эти двигатели вообще начали функционировать, это три блока от них. Максимальная 64. То есть, вы можете подавать воду выше, чем 64 блоков, без проблем, двигатели будут работать, но в прибавке в мощности они уже не получат. И еще один момент. Вода должна обязательно падать таким образом, на лопасти с той стороны, чтобы двигатели крутились против часовой стрелки. По-другому они работать не будут. Если, допустим, у нас с вами один двигатель крутится, другой не крутится, у нас будет плохо. Они должны оба работать на одной скорости. То есть, не советую вам, скажем, сейчас выключать один из потоков воды, мы с вами потеряем очень много. Если же у нас вода падает, допустим, в серединку, они будут работать, но не на полную мощность. Если вода падает вот сюда, с правого края, они не будут работать в принципе. И второй фактор, который влияет на производимую мощность, это, естественно, сколько мы их с вами поставили в кучке. Мы можем такую вот систему расширять сколько угодно. Ну, там, не знаю, на 10 блоков, допустим, на сколько у вас хватит ресурсов. И, собственно, вот у этих двух двигателей, у водяной нашей мельницы и у воздушной турбины есть риски. Риски следующие. Давайте я выйду из креатива и подойду поближе к двигателю. Ай, ай, ай. Он меня бьет своими лопастями. То же самое, кстати, происходит и с воздушной турбиной, но я уже думаю, что туда не прилечу, чтобы вам это продемонстрировать. Просто, если вы делаете такую вот систему, грубо говоря, гидроэлектростанцию, постарайтесь не попадаться этим двигателем на глаза. А YouTube я вам рассказал, в принципе, все про двигателях, но в качестве бонуса, учитывая, что у нас с вами еще осталось время, я хочу сказать, что, во-первых, для того, чтобы наш паровой двигатель начал вырабатывать энергию, он должен разогреться до температуры 100 градусов по Цельсию. Сейчас он это и делает. И я вам хочу показать, собственно, одну еще машину, которая требуется как раз для производства нашего любриканта, нашей смазки. Единственное, что я сейчас здесь построю небольшую системку и, собственно, вернусь. Итак, наш с вами любрикант производится из семени под названием канола Сеид. Собственно, семена канолы. Их вы можете найти, разбивая высокую траву в мире. Вы их можете потом посадить, точно так же, как, скажем, пшеницу. Они, в принципе, наследуют все те параметры обычных семян, которые есть и для пшеницы. То есть, у вас должна быть освещена территория, там должна быть подведена вода и, собственно, сажаются они на вспаханной земле. Давайте возьмем стек таких штук. Для того, чтобы, собственно, из них получить табрикант, нам нужна машина под названием Грайндер. Делается этот самый Грайндер вот таким вот образом. Нам нужны две пилы. Пила делается вот так. Ой. И нам нужно, собственно, HSLA Steel Gear делается таким вот образом и еще часть компонентов. Единственное, что в чем особенности этой машины. Если мы нажмем клавишу Shift, мы видим, что минимальная требуемая энергия 4 кВт, а вот минимальный момент 128 ньютон-метров. То есть, до тех пор, пока мы сюда не подадим момент на близлежащем валу не менее 128 ньютон-метров, наш с вами Грайндер, наша с вами молотилка работать не будет. Я сюда поставил двигатель, как вы помните, паровой, и он нам вырабатывает 32 ньютон-метра. Для того, чтобы нам повысить как раз момент, если вы помните, из первой части, нам нужно себе построить коробку передач. Гирбокс. Как вы помните, нам нужно 128, у нас есть 32. Что это означает? Если 32 умножить на 4, мы получим 128. Поэтому давайте с вами возьмем гирбокс, который 4 к 1. я думаю, достаточно будет деревянного. Поставим его, скажем, вот сюда. И, наверное, поставим сюда сцепление. Для того, чтобы управлять нашей с вами системой. Сюда нам нужен раз в том сигнал, который мы пока не будем включать, потому что здесь нам нужна смазка. Давайте возьмем, собственно, смазку. Положим сюда несколько. Более того, если вы помните, что если у вас нету смазки, потому что вы ее получить без грайндера не можете, вы можете сюда вместо нашей коробки передач поставить червячный привод, червячную передачу. Ну, ладно. Немножко смазки, совсем чуть-чуть, для того, чтобы наша передача работала. Режим ее Torque, то есть она увеличивает момент в 4 раза. Теперь мы с вами включаем сцепление и пошел процесс. Вот сюда. Ох ты, ему теперь тоже нужна смазка. Странно, не помню такого. Давайте проложим наш канал Sits. И пошел процесс. Нет, видимо, здесь он будет эту смазку накапливать как раз. Процесс не очень быстрый, но при всем при этом, смотрите, наш грайндер требует мощность в 4 киловатта. Мы с вами ему подаем, если вы помните, 16 киловатт. То есть он сейчас работает в 4 раза быстрее, чем должен. Сверху у него написан Operation Time. Это, собственно, скорость выработки одной единицы смазки из одного семечка, скорость обработки. Если мы с вами сюда подадим каким-то образом, допустим, большую скорость вращения, большую угловую скорость, момент больше нам сюда, ну, хотя, в принципе, тоже, наверное, можем подать, ничего страшного не будет, наш с вами грайндер будет работать еще быстрее. Ну, ладно, я думаю, сейчас мы остановимся именно на таком варианте и дальше воспользуемся резервуаром, поставим его вот сюда для того, чтобы в него передавать полученную смазку. Воспользуемся Lubricant Hose, который, кстати, уж ладно, делается вот так, покажу. Просто подсоединим его вот таким вот образом и наша смазка начала поступать в резервуар. Чтобы эту смазку из резервуара забрать, нам нужно подсоединиться к резервуару снизу, таким вот образом. И дальше подсоединить, скажем, тем же самым шлангом эту смазку в нашу коробку передач. Сейчас у нас с вами получилась система, которая сама себя обслуживает. Почему я здесь поставил резервуар? Потому что наша с вами коробка передач, как только она полностью заполнится, будет использовать меньше смазки, чем может произвести наша молотилка, наш грайндер. Несмотря на то, что она работает так не очень быстро. Вот. Но при всем при этом, как вы помните, мы с вами теряем мощность. Давайте я куда-нибудь сюда поставлю еще один динамометр, чтобы было видно, что у нас здесь происходит. Допустим, вот сюда. Мощность 16 кВт. Момент 128 необходимый и скорость вращения 128 радиан. В принципе, мы с вами можем от одного парового двигателя запитывать несколько машин, потому что у нас, опять же, избыточная мощность. Давайте попробуем это сделать. Помните, что у нас с вами шафт джанкшн? Вот, собственно, он-то нам сейчас и поможет. Нам нужно переключить в режим разделения энергии, перевернуть таким образом, даже, наверное, вот таким образом. Здесь вход и два выхода. Теперь у нас сюда не идет ничего, потому что он не сконфигурирован. Сконфигурируем его в режим пока что один к одному. Мы получаем 64 ньютон метра в моменте. Как вы видите, наш грайндер остановился. Давайте заменим коробку передач на 8 к одному. Два к одному, восемь к одному. Будем сюда давать увеличенный момент. У нас, ой, уже пошел дэмэдж. Нехорошо. Где наш любрикант? Сцепление. Любрикант. Все время пытаюсь крикнуть правой кнопкой. Сцепление. Момент 128, все в порядке. 8 киловатт энергии. Учитывая то, что мы с вами разделяем энергию в пропорциях один к одному, давайте сюда поставим динамометр. Здесь у нас ровно то же самое. Еще 8 киловатт энергии и момент 128. То есть мы сюда можем поставить еще один грайндер. Вот он тоже работает. Давайте возьмем себе еще канулы СИЦ. И запихнем их в грайндер. Единственное, что время обработки теперь увеличилось до 26,9 секунд. То есть у нас с вами сейчас работают два грайндера, но в принципе их суммарная выработка, время обработки будет выше, чем у одного, когда он получал 16 киловатт. То есть в принципе таким вот образом питать это дело эффективнее. В принципе мы можем пойти дальше, потому что 8 киловатт это все еще в два раза больше, чем нам нужно. Мы можем сюда поставить передачу 16 к одному. Сцепление. Отлично. Момент 256. Скорость выработки 29,8. Несмотря на то, что мы с вами увеличили момент, мы с вами снизили скорость. Момент здесь был необходим лишь только 128. Лишний момент нашему с вами грайндеру никак не помогает. Он и не вредит, конечно, но не помогает. Ему нужна большая скорость вращения. Но при всем при этом мы с вами получили здесь момент, который мы с вами можем точно так же увеличить, не увеличить, разделить на два при помощи еще одной шапп-джанкшн, еще одного вала перехода, если мы его правильно сможем сконфигурировать. 4 киловатта, 128 момента, как раз то, что нам нужно. Грайндер. Грайндер работает, канала СИЦ. Скорость выработки 29,8 секунд. Давайте сюда все-таки поставим наш шафт, 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 шафт из Бедрока. Проведем его куда-нибудь вот сюда. Динамометр исключительно для демонстрации возможностей, для демонстрации работы, и еще один грайндер. Возьмем еще один канала СИЦ и запихнем в дробилку. Теперь у нас три грайндера работают от одного парового двигателя и мы, естественно, можем их всех соединить при помощи труб. Вот я наградил это радости. Ну, ладно, я люблю трубы. Сейчас у нас с вами работают три грайндера от одного двигателя. В принципе, мы можем и вот эту вот сеть тоже разделить, убрав отсюда вот эту вот, поставить сюда еще один вал перехода и в итоге у нас с вами получится четыре грайндера от одного двигателя. Но это уже избыточно. По, собственно, рекомендациям людей из интернета, знающих людей из интернета, оптимальным у нас будет от парового двигателя питать два грайндера на мощности восемь киловатт с, естественно, стандартным моментом и сколько там, 64, по-моему, радианов в секунду у них будет угловая скорость. Вот таким вот образом мы можем использовать все знания, полученные в этих двух сериях, для того, чтобы, собственно, уже что-то производить. Вот. Ну что, при всем при этом, я надеюсь, что вам понравилось. С вами был Zick the Hedge. Мы с вами увидимся в следующий раз. До новых встреч. Счастливо!